Послание апостола Якова, глава 4, стихи 6, 7 «Но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Согласно данной констатации, Бог большую или, как это слово произносится в оригинале, превосходнейшую благодать дает только тем, кто покоряется Ему, и затем противостоит дьяволу. Таким образом, смирение определяется в покорности Богу и в противлении дьяволу. В то время как гордость определяется в противлении Богу и в покорности дьяволу. Исходя из этого, одним Бог противится, а другим являет свое благоволение или свою благосклонность, свою превосходнейшую благодать, которая выражает себя в жизни с избытком. Мы должны не забывать, что каждый аспект нашей жизни, находящийся под проклятием, был искуплен для нас Богом 20 веков назад. «Однако, чтобы имеющееся искупление обрело для нас юридическую силу, с нашей стороны необходимо в каждом отдельном аспекте, в котором мы наблюдаем присутствие проклятия, сделать две вышеуказанные вещи, и при том в той последовательности, в которой они указаны. Вначале покориться Богу, а затем противостоять дьяволу, потому что невозможно противостоять дьяволу в предмете какого-то определенного проклятия, если мы в данной области все еще не покорились Богу. Например, если мы проявляем скупость по отношению к Богу в области приношения десятин и не являем ему верности в малом, мы не покоряемся Богу и становимся ворами. Потому что Писание так и говорит, вы скажете, чем мы обкрадываем тебя, Бог говорит, десятиною и приношением. Вы обкрадываете меня, мы становимся ворами по отношению к Богу. Апостол Павел пишет, а воры Царство Божие не наследуют. А когда мы не покоряемся Богу в сфере финансов и в то же самое время, как я сказал, пытаемся противостоять дьяволу в их нехватке и в их разумном использовании, то у нас ничего не получается. Если же мы будем относиться к нашим финансам в соответствии с предписанием Священного Писания, то область финансов будет высвобождена из-под проклятия. Дело в том, что до тех пор, пока мы находимся в зависимости от денег, то независимо от того, сколько мы их имеем, мы будем находиться под проклятием в области финансов. Это не значит, что только бедные находятся под проклятием. Совершенно не важно. И бедные могут находиться под проклятием и богатые. Также и бедные могут господствовать над деньгами и богатые. Как только мы через добровольную и радостную отдачу десятин Богу высвобождаемся от зависимости денег, то независимо от того, сколько мы их имеем, мы высвобождаемся от проклятия в области финансов. В связи с этим я напомню одну неоспоримую закономерность. То, от чего мы зависим, притягивает нас к себе и порабощает нас. Равно и то, что зависит от нас, порабощается нами и притягивается к нам. Это необратимый и неизменный духовный принцип. Деньги – это эквивалент материального достатка, богатства, которые, тем не менее, могут служить высоким духовным целям и трансформироваться в богатства нетленные и невечающие. Поэтому в той степени, в которой мы будем высвобождаться от зависимости денег и обретать над ними власть, равносильно в такой же степени деньги начнут притягиваться к нам, как железо притягивается магнитом, попадая в область его притяжения. И отчет высвобождения от рабства мамония, то есть деньгам, богатству, начинается с радостного отдавания Богу десятины приношений. Писание определяет как размер приношений, так и место для этих приношений. И размер для богатых и бедных один – десятая часть от всякого денежного дохода. Поступая таким образом, мы признаем и чествуем Бога, как царя царей и Господа господствующих. И местом же для приношения для каждого из нас является поместная церковь, где мы являемся членами и где мы получаем духовную пищу. Мы сейчас будем служить Господу десятинами приношениями, будем поклоняться Ему, будем хвалить Его тем самым и будем петь песню «Пусть Иисус моим сердцем владеет». Встанем, пожалуйста. Это выражение нашей признательности, что Бог является нашим Господином, а также выражение нашей любви, что мы действительно любим Господа. Я напомню всякий раз, когда Израиль приносил Богу десятинные приношения в храм Соломонов или же в Скинию, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, на ваше приношение пред Богом и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.